Как знает, возможно это сбой в извилинах непознанного мозга. Традиции Цветаевских костров имеют весьма прочную почву, на которой можно встретить одинаково мыслящих людей, горюющих не только о судьбе поэта Серебряного века, но и похоже о своей собственной. Это и возможность обнажить свое самое сокровенное, не цветной телевизор, а душу. Приложь подорожник. Хороший колодий. Приложим, Сережа. Приложим, Володя. В поэтической беседке Литературного музея Марины Цветаевой в Елавыке собираются начинающие поэты и барды для студента Колледжа культуры и искусств Алмаза Ахмедгалиева. Это стартовая площадка для выхода на более масштабную плоскость. Серебряный век мне нравится тем, что он был очень плодотворный и нет какого-то единого поэта, который мог бы лидировать в этот век. И я очень даже рад, что есть такая возможность в нашем городе, в Елабуге, участвовать в таком конкурсе. Если цветаевскую поэзию читают и хором, и индивидуально, то к прозе Марины Ивановне прикасаются лишь избранные. С помощью Чулпан Хаматовой автобиографическая повесть «Мать и музыка» впервые зазвучала со сцены. Мать не понимала, что Ася за роялем по малолетству своему просто невыносимо скучает. Счастье, что зрителям это надо, оно вообще неописуемо. Вот эта вот радость, что ты не один такой, что есть еще на этой планете или в нашей стране люди, которые также хотят вслушиваться в эти великие тексты. Мне и ныне хочется грызть. Почтить память и прочитать любимые стихи Цветаевой и просто посетить музей. Съехались гости из разных уголков Татарстана, Челнов, Нижнекамска, Казани. Была замечена и пара из Китая. Очень красивый город.